Всем привет, дорогие друзья, как ваши дела? Пока вернулся на Леону, снизу вы можете видеть спонсоров канала, дядюшки Розе, которые очень помогают дядюшке Розе как бы идти дальше. Я, конечно, не понимаю, что им нравится в моем творчестве, но что-то, видно, понравилось. Так, спасибо вам, ребят. И всем, кто ставит лайки, поддерживает дядю, тоже вам спасибо. Сейчас поговорим мы про ставчик, да? Видите, такой интересный ставчик у дяди появился. Вчера с алхимочки вытянул, скажу, просто с красным ставом не сравнить. Это земля и небо. Мне там не хватало точности за счет прохождения тройного урона 15%, там 5% про Будда и 10% от става. Решил его оставить, потому что прирост вырос, хоть я не играю, я прилетел на Леону попы кашить, как бы, потому что, ну, с дядей мириться не собираются, то что мне делать, как бы, попы кашим, побегаем ночью. Очень приятно начали ложиться ребятушки. Минуту, а за секунд 25. Да, очень приятно, да. Очень круто. Буст карт, плюс с алхимкой повезло, я сам не думал, что мне так повезет. Оставалось последние два пояса красных, которые я в обанк пошел. Думаю, ну, ладно, точно, у меня было две фиолочки за 22 дня, да. Я там вроде смотрел, три недели назад стримчик был, ну, когда я первую фиолочку достал. Очень круто. Я хотел продать став, но из-за того, что он дает невероятные статы. В целом, вот такие дела, вот такой буст дяди. Также идет мега сбор на паки. Под видео будут ссылки в описании на донатик. Если вы хотите дяде помочь, пожалуйста, сделать дядю сильнее. Хотя бы на один пак насобирать, да. Потому что за счет одного пака, я думаю, очень неплохо попробуждаю карты, да. Разве станет сильнее и может быть какой-то даже пвп контент с моими обидчиками. Не допвпшниками, то что не могу назвать их топ пвпшниками, да. Получится даже, может быть. Возможно. Переходим к ивентам, к тому, из-за чего вы перешли на это видео. 6 декабря. Что мы видим? Изменяется мир. Арены. Пылающая долина. Барц. Эрика. Леона. Зигхард. Внесены изменения с рапирой. И книгами умений. Теперь их можно достать с помощью алхимии. Вот. Также добавили возможность создания имперского мастерства 2. Давайте как раз посмотрим. Нужна вот такая книга, да. Книгу наследника добавили, а на классы не добавили. Это вторая книга, которая создается с фрагментов. Видим бонус опыта. Шанс двойного, шанс тройного. Очень крутая книга. Но чтобы создать эту книгу, надо сделать кусочки, да. Крафт кусочка 5%. Да, видим фрагменты вот такие интересные. Короче, надо очень много адены. Но это для вообще сверх топчиков контент. Не для обычных людей, так говорится. После внесения изменений. Пробужденный босс, который появляется на сервере, исчезает через 1 час. После появления. Это хорошо или плохо, как вы думаете? Напишите в комментариях. Я думаю, топ-сайды оценят это. После внесения изменений. Безумный босс, который появляется на сервере. Будет исчезать через 3 часа после появления. Тоже круто, думаю. Потому что, если обычный бы появился, да. Там форманули, там какой-то буст, да, людям. Также добавлены рецепты создания некоторых материалов для создания. Так, на этом обновление все. Переходим к ивенту. Ивенты. Добавляется сундук, да. Дополнительно падает сундук из мировых боссов. Мировой босс, что я не знаю для новичков. Говорю, нажимаем на головы. Вот здесь мировой босс. Я просто не хочу вылетать с межсервера. Вот здесь васак. И вот тут вроде бы искривленный Крума, да. Рейла и Кастуру, да. Вроде бы так называются эти РБ. Вы можете нажать на... Они немного отличаются по цвету мира Дэна, да. И на межсервере свои боссы, тут свои. Это мировые боссы, которые все фармят. Там реликвия, ордена, да, с них падает. Всех, кто давно играют, да, знают, да. И теперь будет сундучок. Реликвия, фрагменты. В период проведения ивента можно дополнительно получить предмет. Сундук мирового босса. С подарками во время охоты на мировых боссов. Очень круто, слушайте. Идем дальше. Писемка. В 9.21.00 приходит писемка. Энергийный Хасад. Подарок для поддержки. Атаки. Утром и вечером. Зелье развития. Древний свиток пробуждения. Зелье пробуждения среднего качества. Кристалл души высшего качества. 6 или 11 раз можно получить один из предметов. Теперь мы переходим к пакам. Вот такие вот интересные паки с талисманами. 5 тысяч зелье пробуждения. Очень неплохие паки. Такие вот знаки создания в них. За которые можно создать итемы. Что-то создать интересное. Надо скупать все паки. Карты. Улучшенный легендарный. И редкий легендарный. Так ордена. Со знаками. Ну неплохо на ордену. Так средненько. Кристаллы улучшены. Кристаллы 300 реликвии. За талисманы мы можем создать. Попытать удачу. Запечатанную рапиру. Смотрите. Запечатанная рапира династии. 240. Шанс 1%. Это нереально. 10%. Их наполнится просто очень много. Очень быстро. Если вы сразу сможете создать там. Да. И продать как бы. То да. Может быть. Тем более сейчас рынок. Очень тухлый. Очень цены попадали. И они все дальше и дальше падают. Также вот. Суббота и воскресенье. Да. Во время кат. Клановых. Можно попытать удачу. Создать. Книги наследника. Если у вас нет. Видимо у меня 2 есть. Можно было бы мне создать вот такие. Сопротивление оглушения. Сопротивление удержания. Очень хорошо. Тут сундучки с оружием. На выбор. 276. Как-то повыше. На данность 10%. Также. Топовая рапира где-то. Плазменный лук. Песня мести. Не вижу что-то особенного в паках. Ну так. Создать. Можно попытать удачу. Конечно тут очень их много на продаже. Да. Но цена не падает. Наверное покупают значит. Если бы долго стояло. Топ. Цена начала демпиться на. Ну не знаю. Как насчет вот этого создавать. Что бы. Ага. Ну привязанное будет. Если его создать. Не знаю. Не вижу ничего больше. Часики можно создать за знаки. Да. 100%. 5 часиков. 2 знака. Очень интересно. Да. Смена сервера. Также идет. Еще до понедельника. Давайте всем до новых встреч. С вами был дядюшка Розе. Еще увидимся. Всем пока. Пиши свои комменты. Также собираем взносы на паки. Если ты поможешь дяде. Я буду тебе благодарен. Потому что очень вкусные паки. Нельзя их пропустить до 12. Всем пока.